по нашим косточкам тоже так то есть все что у нас в мире происходит любые волновые явления чтобы понимали свет свет звук волна аромат это все волны все это начинает воздействовать на нас это что с родни нам она начинает усваиваться что не с родни мы ничего не берем так вот если мы одежду делаем помним нашим мерам условно какие у нас меры есть сажен да это длина нашего позвоночника с головой это косая сажен это длина позвоночника это аршин ширина плеч плечо локоть ладонь пальцы дюнь вершок то соответственно когда мы эти меры используем в нашем шите и крови то есть задаем определенную длину ширину элементов такие какие у нас есть да вот собственно в теле мы начинаем органично пытаться постоянно с родственной нам энергии потому что смотрите одежда она двигается а движение эта трение трение рождает тепло тепло это энергию ну то есть я очень быстро до пробежалась по цепочке как бы чтобы было понятно то есть одежда она помогает напитаться с родственным нам энергии если она с шита к длине то есть отношение это деление Это считался код, это некое число получалось, одноцелое, но у нас таких соотношений вот так, минимум 108 я даю на своём курсе. И, соответственно, через своё тело эти все соотношения можно выводить. И когда ты их используешь, вот эта гармония, она в одежде появляется. Самый простой крой. Чем меньше швов, тем лучше. Но есть правильные меры и правильные соотношения. Всё. Считай, что, во-первых, заболеваний не будет, будет цветущий вид, будет омоложение. Почему? Потому что если у человека нет энергии, ему не нужно вырабатывать ту энергию до дна, использовать, которая по праву рождения была. То есть он будет здесь и сейчас добирать энергию. Чем больше энергии, тем больше длиннее жизнь. Ты делаешь вручную, ты испытываешь эмоцию правильную. Ведь у нас сейчас много отрицательных эмоций, но смодулировать, почувствовать положительную эмоцию бывает не всегда удобно. Мы в каком-то статичном настроении находимся. И вот есть такая функция, как радение, но испытать, например, радость. Простимулировать себя на испытывание радости, вспомнить какой-то радостный момент. И в этот момент какой-то врождённый такой момент, когда мы шьём, мы напеваем. Только это уже сейчас машинально происходит в силу того, что что-то же надо. У нас же память генетическая срабатывает. Но у нас действительно обережные были какие-то стихи, которые мы рассказывали, напев какие-то песни, какие-то хвалины, моли. Ну, всякое разное было. То есть вот эти моменты, они действительно есть. И когда ты находишься в резонансе со словом, которое было произнесено, то есть ты произносишь, и ты его чувствуешь. Это всё как раз в каждом стишке запечатляется. Это как раз всё есть. И ты потом, когда эту обережную одежду надеваешь, ты становишься невероятным. Когда первый раз что-то делаешь, он самый запоминающийся. У нас в России, кто знает, развито очень явление эко-поселений. Вот, значит, анастасиевцы, потом, значит, эко-поселение там здравое, например, есть в Краснодарском крае. И я такая деловая, ха-ха, и я сейчас быстренько чего-нибудь как себе сошью. Сшила, да. И что-то думаю, ну, вот я ещё кристаллами украшу. У меня кристаллы, как говорится, если уж шить, так шить прям. Взяла инкрустацию, провела, пришила кристальчики, рисунок тут всё себе такой славянский красиво вышло. Я его надела. Все ложатся спать, а мне не спится. Я трое суток не спала, то есть у меня было столько энергии. То есть я вот всё время, пока я была на этом фестивале, в эко-поселении, я ни минуты не сомкнула глаз. Да, есть там мероприятия и ночные, но люди же всё равно или днём отсыпаются, или ночью. У меня всё, но он стопом шло. Причём кто-то пил там кофе, кто-то ещё что-то. А поскольку я человек вне этого всего, то есть у меня это совершенно другое, максимум фреш. Но извините, фреш не будет делать вот такие глаза, как будто он, может быть, так поспал. Но вот такая вот ситуация. То есть сразу много энергии, это первое. Вечером я обратила внимание на то, что все там какую-то ковтёнку накидывают, потому что прохладно. Всё равно вечера. Мне всё время жарко, я ещё ходила, пот смахивала. Это первый момент, потому что я же ещё максималистка, да, такая. Вот всё, все меры знают, все сразу как при меню. Надо же поспалить. Ну то, что сейчас у христианских священных служителей называется ряса, а нижнее – это подрясник. Но это была обычная одежда наших женщин. У нас многослойность, она приветствовалась. И у меня был момент, что я, ну когда, я не успела. Ну думаю, ладно, уж так верхнее одеяние сошьём. Ну вечерочком что-нибудь сверху надену, если будет прохладно. Ага, будет мне прохладно, очень прохладно. Все уже давно кутаются, а я как помидор, мне жарко. Я пот смахиваю. Двенадцать ночи, куда там, господи. Уже хоть бы ложиться спать, а я мне ни в одном глазу вообще не сна. В общем, это был шикарный опыт. Ну а поскольку я такая вся максималистка, думаю, ну я же взяла это платье, и все же должны его увидеть. Ходила там в нём, приехала домой, думаю, ну, наверное, я сейчас высплюсь. Да, ещё двенадцать часов вот такие глаза, горячий стаяла чай пить. Ну вдруг там с мятой в сон там поклонишься, никакую. Я это сначала свела к тому, что, ну, наверное, это какой-то был эмоциональный всплеск, что я приехала на мероприятие. Но потом, когда я второй раз надела и пару часов поносила это платье просто дома, я почувствовала, что меня опять начинает распирать. Я как-то засомневалась в предыдущем своём выводе. Ну вот так. Поэтому, конечно, наша задача не просто накачать энергию и набрать потенциал, а правильно его распределить. Ведь не нужно нам, вот есть моменты такие, нам не нужно самосожжение вызвать. Вот есть такие вещи, когда вещи остаётся целая, да, вот одежда остаётся целая, а человек сгорает. А это почему? Потому что он засинхронизировался с большим потоком энергии, его тело просто не выдержало. Это нужно знать. И вот нам не нужно, чтобы было так. И когда я уже своим умом допёрну до этого, я уже на своих курсах, грубо говоря, даю поодиночке. Сначала такая мера, потом вот такая, потом вот такая. И это как раз работает вот так-то. Не имеет смысла всё сразу. Дело в том, что действительно, почему наши меры используются? Именно для потока энергии. Чтобы пошла энергия. Всё сразу использовать, это не имеет смысла. У нас нет задачи сгореть. У нас есть задача напитаться энергией. Ведь раньше, условно говоря, хоть и были заповедные леса, но у нас не было такого обжорства, как сейчас, что мы там кушаем и большими количествами. Энергии хватало. Пища – это энергия. А когда энергия идёт через хотя бы одежду, да, дополнительно, то ты понимаешь, что твой рацион сводится к условно небольшому количеству еды. Поэтому, да, одежда хороша в этом плане. Когда ты знаешь, как направлено вошли в автономию, там месяцами не едят, не спят, да. Это имеет место существовать. Я думаю, что это так, потому что в моментах. Но человек очень старается к этому прийти. Потому что, может быть, такой способ жизни им как раз подходит. Потому что нельзя отметать ничего. Мы разнообразны в этом устойчивость популяции. Чем разнообразнее, тем лучше. И вот в данном случае, когда у нас идёт вот такое ответвление интересное, да, они просто вот, понимаешь, какая штука, они знают, что можно жить автономно, но они немножечко не понимают, что надо за счёт потенциала дополнительно, который прибывает, пополнять запасы. То есть иметь в виду, в пространстве есть огромное количество энергии. Когда ты её начинаешь брать, ты не выжигаешь то, что у тебя есть потенциал, который есть по праву рождения. А ты как бы вот, ну, грубо говоря, неважно, ты кушаешь вот условно продукты, да, или ты кушаешь энергию, которая есть в пространстве, за счёт того, что ты срезонировал свои меры. Это и то, и другое эфирное питание. То есть эфир – это основа образующая материя. То есть, получается, они, может быть, как бы знают, что это можно так, да, что сон использовать, например, так-то, или не брать его вообще. Это вариации. Это всё возможно, всё представимое возможно. Поэтому я допускаю тот шанс и тот вариант, что это имеет место быть. Другое дело, что я, например, я, ну, когда меня спрашивают, вы идёте в автономию, вы вообще живёте в автономии? Я говорю, так, может быть, и живу периодически, да, но в силу каких-то своих там профессиональных вещей, что я мало сплю, много работаю, да. Но это не цель. У меня нет цели, там, уйти в автономию, да, там, в аскезу какую-то определённую по сну. У меня нет такой задачи. Но я думаю, что если бы она у меня появилась, то я бы старалась её сделать гармонично, чтобы не ущемлять, там, какие-то свои стороны жизни. Что если это сон, то он потому что, да, вот я хочу, чтобы было так. Так, если нет сна, ну, ради Бога, пусть его не будет. Поэтому, как бы, тут и есть доля истины и правды. Другое дело, что каждый из нас отвечает сам за все свои слова, за все свои поступки. И он не просто отвечает, он ещё несёт ответственность за тех людей, которые к нему прислушались, да. И если это была дезинформация, то, естественно, как бы на орехи прилетит однозначно. По копе, да, от АТА, от Вселенной. Вот чтобы такого не было, надо, конечно, фильтровать информацию и знать, что если ты в заблуждение вводишь, ты, конечно, за это потом понесёшь некое наказание. Но я знаю людей, которые действительно вышли на ритм, когда они редко едят, там, условно, там, раз, там, в две-три недели, что они редко спят, условно, раз, там, в неделю, да. Но это сон, тем более, такой, как Штирлиц в машине. Десять минут. Помните, да, 18 мгновений висит. Поэтому здесь, да, здесь такой момент может быть. Но, опять же, все мы разные. Если им это подходит, это имеет место на существование. Во-первых, когда я иду куда-то учиться, я уже давно в этой теме. То есть, условно, я не иду по первому клику. Вот где-то я увидела человека, я иду. Нет, я, во-первых, погружаюсь в эту тему. Я изучаю сциту, которую я не могу из свободного источника достать, да, вот который в открытом доступе. И когда я понимаю, что есть какая-то симптоматика не совсем нормальная, там, да, условно, для доки в этой области, что-то человек говорит такое, что я ставлю под сомнение, что я уже знаю, что это не так. Вот у меня были моменты, я не могу сказать про автономию и так далее, да, но это был длительный гол для очищения. Я потеряла за месяц, ну, что-то порядка нескольких килограммов. Это ничего, это фактически, ну, просто вот перерыв питания, даже такой может быть момент. Но здесь, ты знаешь, иногда бывает, либо у человека гормональный какой-то сбой, мало ли, да, и он существует, и человек не сбрасывает. Или он умеет питаться по-другому энергоинформационно. А то здесь вот не скажешь никак. Но в любом случае, ты знаешь, вот у меня не было такого тесного, плотного контакта, да, в этой сфере, чтобы какое-то своё мнение основное сформировать. Да, я общаюсь с автономами, они меня приглашают на каналы на свои, я там стараюсь с ними взаимодействовать. Мне интересна эта тема, как ни странно, да. Хотя я не особо стремлюсь в их ряды, да, вот так как бы. Я целенаправленно не иду туда, потому что я понимаю, что это интересная тема, но пока у меня другие задачи. Может быть, меня это заинтересует, и я буду в их рядах первых, да, стараться что-то сделать. Но так или иначе, я оставляю это на подумать. Пусть это будет в мире, пусть это существует. И даже если этому люди обучают, то, наверное, это кому-то нужно, раз это вот так, да, явление всплыло, потому что, видишь, как всегда, всегда какое-то явление, почему оно появляется? Потому что оно является неким осколком наших прежних знаний, но мы не знаем, куда его прилепить, то есть что с ним делать, как с ним взаимодействовать правильно, чтобы оно, как пазл, встало в нашу современную жизнь. Поэтому пусть будет, и когда мы сообразим, что это и с чем это едят, мы тогда это применим. На время, для того, чтобы сыграло какую-то свою роль, какое-то нечто произошло, потом это всё смывалось и наносило соками растений, соками фруктов, ягод. То есть это чисто номинально существовало, и потом это всё смывалось, потому что на тонком плане чем бы ты ни нанёс, это видно, и на кожу намертво не надо наносить. И когда функция выполнена, это всё смывалось. С одной стороны, это может быть память прошлой жизни, когда человек что-то наносил, какой-то боевой рисунок, для того, чтобы что-то произошло. Может быть, это с другой планеты тоже прибыл, что-то там с какой-то другой. Всё равно меняется и функция кожи, ведь они же и шипы там себе вставляют, есть такая мода, и бог знает вообще, что под кожу пихают. Там страшно представить. То есть то, что делают с собой, но земляне, они всё равно чувствуют, что это что-то вот как-то вот не совсем правильное, что так делать не надо. Поэтому здесь скорее расскажет генетическая память человека. Вот с ним надо поговорить. В связи с чем? Это как старая память, да, генная на генах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова